Квинта Гунар Нельсон, который тренируется в зале SBG вместе с Конором Макгрегором, заявил, что поможет Конору перед реваншем с Хабибом. Отмечу, что Гунар — обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу от Хэнзе Грейси. 13 из 17 побед он одержал приемами, а Конор как раз проиграл болевым в четвертом раунде Хабибу. Он говорит, «Я не помог Конору в подготовке из-за травмы колена. Когда он начал кэмп, я не тренировался и мало чем мог помочь. Но у него, как обычно, была отличная команда. После боя я подумал, мужик, ты должен был быть там. Я сказал это Джону Каване, а он ответил, «Справедливости ради, у тебя была травма, ты не мог полноценно тренироваться. Думаю, я мог бы подключиться только на заключительном этапе подготовки. Я определенно помогу Конору перед реваншем с Хабибом», — заявил Нельсон. Уже недолго осталось ждать реванша Густавсона с Джоном Джонсом, и в преддверии поединка их коллеги по цеху решили дать свои прогнозы, кто же победит. Давайте послушаем. Израиль Адесанье. Тяжело дать прогноз. Их первый бой был просто сумасшедшим. Лучший бой 2013 года. Я выбираю Джонса. Думаю, он снова победит. Эрик Андерс. Джон Джонс. Думаю, он не просиживал без дела. Он тренировался. Алекс уже не дрался долгое время. Когда он выступал в последний раз? Мне кажется, Джонс снова победит. Кёртис Блейдс. Их первый бой был очень близким. Я выбираю Джонса просто потому, что верю в него. Тактически и технически он не превосходит Густавсона. Они находятся примерно на одном уровне. Просто Джонс рожден, чтобы побеждать. Он чемпион, который никогда не проигрывал свой титул. Он уже много раз защищал пояс против топовых бойцов. Думаю, опыт поможет ему победить и в этом поединке. Но он вряд ли финиширует Алекса. Я ожидаю снова 5 раундов. Нил Магни. Это будет потрясающий бой. Против Джонса просто нельзя ставить. Он раз за разом демонстрирует свое превосходство. Так что я думаю, он и в этом поединке победит. А кто по-вашему, друзья, победит, пишите в комментариях. Пока это все. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокол, чтобы смотреть выпуски первыми. До встречи в следующих выпусках. Пока.